И в продолжении темы. В городской библиотеке в рамках месячника оборона массовой и военно-патриотической работы для учащихся 12-й школы была организована встреча с воинами-интернационалистами, посвященная выводу советских войск из Афганистана. Со школьниками встретились участники боевых действий в Афганистане, ветераны Вооруженных сил России Николай Горнов и Сергей Беланов, а также автор и исполнитель бардовской песни Екатерина Дедык. Приглашенные ветераны рассказали молодым людям о войне на афганской земле, показали карту боевых действий, поделились своими воспоминаниями. Для нас, кто прошел горнило афганской войны, это не просто дата, это наша биография, годы нашей молодости, проведенные на войне. Это Афганистан. Сергей Беланов в Афганистане провел два года. Служил в батальоне охраны. Неоднократно попадал под обстрелы. Было настолько страшно, что волосы вставали дыбом. Но молодость, вера в будущее, помогали выжить. Если задать вопрос, боялись ли мы войны, наверное, опять же повторить, что молодости свойственно не бояться. Погибнет кто-то другой. Где-то там, там, но не я. Как в каком-то фильме было, по-моему, «Освобождение». Почему я? Почему? Свойственно было. Да, волосы вставали. Это ощущение я впервые узнал, когда попал под минометный обстрел. Когда ночью начали рваться вокруг мины, я даже не мог себе представить, как я метров 100-120, почти на четвереньках, хорошая борзая собака, спрятался в окопе. Но война щадила не всех. Более 15 тысяч советских солдат и офицеров погибли на афганской земле. Память павших почтили минуты молчания. В завершении встречи автор и исполнитель бардовской песни Екатерина Дедык под аккомпанемент гитары исполнила для школьников патриотические песни. Но если опять придется побывать там, где мы бывали, будем в трое сильнее биться, словно в строй. С нами, мы с нами. Раек родна, салют в небо, Ордена на хранение маме И слов, что еще родятся, Назовут вашими. Встреча произвела на школьников неизгладимое впечатление. Почетных гостей они поблагодарили памятными подарками и букетом цветов. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков. Программа «События».